добрый вечер уже стемнело красота на улице холодно меня все беспокоит один вопрос который был задан в комментарии к предыдущему ролику потому что очень часто когда мы видим какое-то следствие нашего действия совершенно не значит что это произошло до следствие а именно от этого действия а мы делаем выводы что именно из-за этого на комментарий был такой что внесли перепревший навоз я так понимаю в большом количестве да и посадили картошку и картофель получился к осени весь в парше и человек уверен в том что именно причиной следствие которой картофель заболел паршой это внесение перепрявшего навоза это совсем не так парша парша обыкновенная вообще много ее видов этой парши но парша обыкновенная ну так грубо сказать с навозом не передается но и с навозом не передается вообще никакая парша особенно с перепревшим раньше до бывали такие случаи в колхозах совхозах недостаток корма был и кормили всякой нехорошей картошкой скотину и как бы свежий картофель проходя через кишечный тракт животного не очищался полностью от парши и свежий когда его вносили вот заболевала картошка паршой от навоза вот но от свежего не от перепревшего перепревшим там уже ничего не остается а сейчас а сейчас никто скотину даже в фермерских хозяйствах картошка не кормит но может быть какие-то мелкие частники потому что это экономически невыгодно это затратно очень долго и и там за заваривать варить как-то перемешивать мешанки какие-то делать нож скотина на просто так уж свежую картошку только на голодный желудок совсем будет есть она ее не ест никакая скотина картошку вот непривычная для нее еда и сейчас никто же не кормит нашел легче купить зерна легче купить комби корма и будет у тебя скотина нормально развиваться нормально расти и нормально давать какой-то там прибыток молоко или что-то еще никто заморачиваться с картошкой сейчас не будет это не голодные годы вот с комбикормом то никто не хочет заморачиваться особо поэтому ну никак невозможно чтобы от навоза заболела паршой картошка ну никак единственное что может быть переправь перепревший навоз он довольно таки сухой а картофель например когда заболевает паршой это грибок до парша такой очень нравится ему именно сухая почва и когда жарко и когда сухая вот как пепел почва именно тогда из-за нехватки вот этой вот влаги картофель вот в эту влажную картофель когда маленькая маленькая она только завязывается картофель на это вот этот грибок он и внедряется он проделывает такую небольшую дырочку нет не пятна вот маленькую такую дырочку проделывает для того чтобы вот эту влагу найти в картофеле и дальше дальше этот грибок не развивается внутри картофеля это когда увеличиваться начинает расти картофель вот эта точечка она самим картофелем расширяется там же уже нарушена там кожуры нету расширяется и вот эти вот язвы получаются на картофеле то есть это не значит что гриб прям живет вот на этой картофеле на парше и кстати говоря устойчивого картофеля к парше вообще нету то есть сортов никаких нету потому что ну это не такое заболевание которое уничтожает урожай то есть да некрасиво сверху но терпимо вот и хранится практически также картофель вот с обыкновенной паршой вот бывает из-за чего еще то есть не навоз здесь повлиял а именно сухая жаркая погода при 30 градусах из из и сухости обязательно на любом картофеле будет парша потому что парша в любой земле она живет то есть даже если вот у вас совершенно чистый участок ничего там не сажалось никогда вы посадили туда картофель элитный и у вас все равно будет парша если будет сухо и жарко вот то есть это не от навоза еще парша она не внедряется в картофель ей это не нужно если вокруг влажная почва то есть ну глупо как я вот да вот рассуждаю вот она не видит просто этого картофеля гриб сам он его не видит вокруг сыра вокруг влажная ему достаточно этой влаги и поэтому он не не видит вот такую себе цель что вот вот влажная маленькая молоденькая картошечка вот она вот еще с ноготочек с горошинку да и из нее нужно влагу пить ее и гриб сам не присасывается к ней вокруг влаги влаги много и он разрастается так без этой картофельной не обязательно ему лезть к ней вот еще его угнетает кислая среда то есть там где кисло земля кислая там парша практически не развивается то есть можете сделать сульфат аммония кислое удобрение азотное одну грядку разделите пополам вот сульфат аммония до половины пролейте хорошо да по инструкции сколько там нужно его добавлять в почву а другую половину не делайте и вот увидите где у вас парши будет больше там где вы сульфат аммония не проливали вот там будет парша а где сульфат аммония там вообще может не быть паршип наш гриб подавляется кислотой кислотой почвы окружающей можно для этого использовать для подкисления серу можно использовать торф кислый обязательно то вот еще многие не знают состава своей почвы не знают ее кислотности и из-за этого тоже страдают ну вот мы же не агрономы все просто любители до желательно взять свою почву в нескольких местах да и отнести это в лабораторию где вам узнают да дадут полный какой с этот отчет до в какой-то сельхоз предприятия можно отнести где где рядом фермера можно спала спросить а где у вас тут делают почвенные анализы лаборатория и не зная этого часто очень часто известкуют почву под картофель айду у нас здесь всегда кислая земля кислая земля кислая земля этот в деревнях это постоянно айда все у нас здесь кисло нужно известковать нужно залу вносить не зная вообще ничего вот конкретно не имея бумаги где написано действительно там кислая она у вас или нет если вы внесли известь или залу под картошку обязательно у вас будет парша но если у вас действительно бывает бывает действительно очень кислая кислая почва да и вы внесли залу туда и она все кислая осталась тогда да тогда не будет у вас никакой там парши но если она у вас и так нейтральная или слабо кислая вы туда еще как бы наложили извести доломитовые муки золы вот типа микроэлементы будут обязательно будет у вас парша и никуда от нее потом не деться вот так что творим да не знам не знаем что делаем тоже мы делаем со своей землей вот есть у нас целый институт почвенный называется почвенный институт докучаева там книги вот такие вот толстые почвоведения там голова сама с ума сойдет и вот читаешь она не лезет и даже если что-то ты там вроде бы понимаешь без наставления так скажем ну ученого который без преподавателя который тебе объяснит что-то в этой голове имеется в виду и как это практически применяется тоже очень сложно понять вот поэтому старайтесь выбирать ну блогеров каких-то да сейчас это очень модное направление или статьи вы где-то читаете более-менее такого научного направления вот вот у нас очень хороший есть иван русских до иванова наука блок прекрасно там все говорит раскладывает и еще так как он практик он именно раскладывает все по полочкам не дает сухую какую-то научную информацию радует тем что объясняет очень подробно все так что если мы сделали какое-то глобальное дело внесли навоз да а потом у нас вдруг парша на картофеле ты совершенно вот эта причина не она не становится тем следствием которые на которые мы делаем выводы следствие совсем от другого то есть это щелочная среда это сухая земля у вас вот скорее всего это вот эти вот эти причины вот больше других как бы здесь найти практически невозможно вот еще я что хотел сказать вот биопрепараты это очень хорошая штука не помогают избавиться от многих проблем но вот когда я говорил про органику в земле это очень важно никакие бактерии никакие грибки никакая триходерма или там я не знаю что у нас сенная палочка да она на минерализованной почве обедненный где нет органического вещества она там не задержится то есть если у вас не внесено органическое вещество какое-то негде будет жить триходерми негде будет сенной палочки задержаться поэтому вносить еще и поэтому нужно кстати говоря органические продукты органические сейчас это очень модно органическое земледелие ведь откуда они она взялось органика это означает не только химические средства защиты растений но еще и и даже удобрения минеральные то есть органический продукт без минеральных удобрений выращен это тоже очень важно то есть на одной органической пищи для бактерий которые разлагают эту органику и отдают растением все питательные вещества сели тоже опять же умные ученые люди да и сказали что действительно достаточно достаточно органического вещества для производства продуктов питания растительного происхождения достаточно органики и может быть вот это вот органическое производство организовано так что без минеральных удобрений можно вырастить великолепную продукцию она будет и питательные полезней гораздо чем с минеральными веществами вот ведь еще это тоже очень важная вещь это не невозможно это базовое так скажем мы где написано органик или биода это значит все выращено на навозе на биоразлагаемым вот этом вот веществе растительного происхождения отходах биогумусе компосте и навозе конечно навоз это в первую очередь так что если случилось что-то до заболела например картошка паршой выясните все обстоятельства этого дела и не валите все как на навоз или там на органику да совершенно органика не влияет ни на какую паршу есть только не слишком сухо все добрые всем ночи новогодние еще праздники продолжаются спасибо с вами был дмитрий гусев заходите к нам на сайт покупайте наши семена до свидания